Братья и сестры, приветствую всех именем Иисуса Христа. Буду читать Слово Божье и кратенько поразмышляем над Словом Божьим. Я бы хотел зачитать несколько таких хороших стихов для нас. Это Псалма 110, 9 и 10 стих. Псалом 110, 9, 10. «Избавление послал Он народу своему, заповедал навеки завет свой, свято и страшно имя Его, начало мудрости, страх Господень, разум верный у всех исполняющих заповеди Его, хвала Ему пребудет вовек». Слава Богу! Хорошее такое начало 9 стиха. Написано так, что «избавление послал Господь народу своему». Знаете, Господь, Он посылает избавление. Господь, Он сегодня, когда-то для моей жизни, Он тоже послал избавление в виде того, что освободил меня от рабства тьмы. И вот здесь Псалом говорит о том, что Бог послал избавление своему народу, заповедал навеки завет свой, свято и страшно имя Его. Знаете, Псалом говорит о том, этот стих говорит о том, что Бог имеет завет с человеком. Он послал завет, и мы вошли в этот завет. Однажды нам открылось Слово Божие, и мы, откликнувшись, вошли в этот завет. И вот дальше написано так, что «начало мудрости – страх Господень, разум верный у всех, исполняющих заповеди Его, хвала Ему пребудет вовек». И хотелось бы вкратце порассуждать на эту тему «страх Божий». Страх Божий, да? Возвращаясь снова к 9 стиху, написано «избавление Он послал народу своему». Когда Бог посылает избавление, от чего Он избавляет людей? От чего Он избавляет людей? В одном псалме написано так, что «из тенистого болота, из рва погибели Бог, Он освободил человека». В послании Петра, в первой главе, написано так, что «зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданный вам от Отца». Когда мы Бога не знали, знаете, мы занимались разными вопросами, постоянно было, может быть, или грех нам хотелось постоянно делать, или постоянно пребывали вот в суете. И апостол Петр пишет это послание, говорит, что «нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от Отцов». Может быть, наши там родители были, жили вот таким образом жизни, и мы видели ихний пример, ну, другого примера не видели. И знаете, один из мудрых людей, он сказал так, что «суета, сует, все суета». То есть он проживал жизнь, он много чего попробовал, и в его, может быть, уже в таком зрелом возрасте, он писал эту книгу мудрости, да, и он сказал «суета, суета, все суета, все, что бы тебя окружало, это все суетно». И как-то было, я сидел, общался тоже с одним близким человеком, уже он в зрелом возрасте, он говорит, «ты знаешь, как-то так, всю жизнь бежишь, 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 а бежишь, бежишь, и вот как-то приходит такое понимание, что суета, одна суета». И вот Господь, вот это большое благо для нас, что однажды Он искупил нас от суетной жизни. То есть Бог показал, что суета – это суета, но есть жизнь другая, есть жизнь с Богом. И когда человек принимает эту жизнь, жить с Богом, принимает вот это Слово Божье, его наполняет что-то, нечто, что-то такое, знаете, наполняет духовная пища, наполняет Божье благословение. И вот Петр, он пишет, Господь, Он избавил от суетной жизни. Это, знаете, ну все равно мы когда что-то делаем, где-то какие-то работы мы делаем, но вот от суеты Господь Он избавил, Он просто вывел из этого. Он просто вывел и дал нам высшую цель, взирать на Христа, дал нам к чему стремиться, дал нам вот свет для жизни. И дальше, не дальше, а перед этим, 17 стих этой же главы, 1 послание Петра, 1, 17. Он говорит такие слова. Вот такой вот призыв Петр, он пишет, он говорит, если вы называете Бога своим отцом, который нелицеприятно судит нас по делам, судит людей по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. То есть, знаете, апостол Петр, он призывает нас, чтобы мы проводили со страхом время странствования. Я понимаю это место так, не жить в страхе, не жить какими-то, знаете, постоянными переживаниями, там, бояться чего-то. Но он говорит, чтобы такое, я думаю, правильно будет понимание этого места, чтобы внутри нас был страх Божий. И вот это название проповеди о страхе Господнем, так хотелось немножко порассуждать. Господь, Он призвал нас на путь спасения, Он дал нам, Он назвал нас детьми Божьими, Он дал нам такую власть, быть Божьими детьми. Написано так, что те люди, которые приняли Иисуса Христа, Бог дал им власть быть детьми Божьими. И знаете, и очень много наставления есть в Священном Писании. Если открыть книгу притчей, во второй главе, здесь Соломон, он пишет к своему сыну послание. Знаете, отец и сын, это вот просто даже если смотреть вот так вот, ну, земными мерками, вот знаете, у меня есть маленькие дети, и вот я смотрю с определенным расположением сердца на своих детей, ну, и на взрослых детей. Сердце, знаете, такое оно, когда сердце отца, оно, знаете, оно такое внутри, какая-то есть забота, какое-то есть переживание за своих детей, какое-то есть такое, знаете, когда ребенок заболеет, ты, ну, ты не на месте, ты не спокоен, знаете, вот. Вот хочется как-то все равно помочь, там, помолиться вот за ребенка, да. И вот здесь Соломон, он пишет послание своему сыну. Знаете, и послание это, оно не просто послание такое земное, это послание, в которое Бог вдохнул вот свой такой, свой смысл. Бога – вдохновенное послание, это книга притчей. И он говорит такие слова здесь, он говорит такие слова. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Братья и сестры, мы живем в этом мире, да, вокруг нас каждый день очень много происходит событий. Может быть, в нашей повседневной жизни очень много нас окружает людей. Но, братья и сестры, мы можем уразуметь в нашей жизни страх Божий. И Писание говорит, Соломон здесь, он пишет, я верю, что это Бог пишет, это послание послает Бог, как Отец, к нам людям, к нам, к своим детям. Он говорит, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, то уразумеешь страх Господень. То есть, чтобы понять страх Божий, нам необходимо Божье присутствие, нам необходимо Слово Божье. Нам вот этот свет, ну, Слово Твое, светильник на гемаеи, без этого светильника мы не сможем понять страх Божий. То есть, чтобы понять Божий страх, нам необходимо Слово Божье, Нам необходимо от Бога откровение. Также о страхе Божьем говоря, хотелось заглянуть в одно место. Это вторая книга Параллипоменон, в 19 главе, 7 стихом пишутся такие слова. «Итак, да будет страх Господень на вас, действуйте осмотрительно, ибо нету у Господа Бога нашего неправды, ни лицеприятия, ни мздоимства». Здесь, в 18 главе, главою раньше было такое событие, когда царь Иосафат, и он написано так, что он породнился с Ахавом, с царем, с царем израильским Ахавом. Ахавом, царем Иудеи был Иосафат, а царем Израиля был Ахав. И вот они породнились и пошли на войну против другого народа. Но уже, знаете, не было в том благословения, не было в том благословения, в том, что они породнились, и оттуда пришло определенное поражение. Здесь Господь обратился потом уже позже к Иосафату и сказал такие слова. Вот написано, «Возвращался Иосафат, и выступил навстречу ему Иеуй, сын Анани, прозорливец, то есть пророк, и сказал царю Иосафату, «Следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа? За это на тебя гнев от лица Господа». Ну и дальше Господь говорит, «Впрочем, и доброе найдено в тебе, потому что ты истребил кумиры в земле иудейской и расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Бога». То есть я какую мысль хочу сказать? То есть царь Иосафат, у него в сердце было такое желание любить Бога, у него в сердце было желание угождать Богу, но у него также было одно неправильное действие. Он объединился с царем, который жил неугодно Богу, который жил, знаете, он объединился с людьми, которые может быть даже, не может быть даже, Писание говорит, что они ненавидели Господа. И вот такой всякий союз написан, «Зато на тебя гнев Бога». Когда мы в своей жизни будем позволять тому, будем позволять тому, чтобы объединяться с людьми, знаете, мы можем общаться, мы можем там даже вместе быть на работах, делать какие-то на работах совместные проекты, но объединяться, знаете, это дружба с миром, это уже когда у тебя становятся одни цели, когда ты вроде бы Божий человек, но ты объединяешься. Помните, Писание говорит, не ходи на совет нечестивых, не ходи на совет нечестивых. Когда ты объединяешься, и твои цели Божьи, а его цели нечестивые, и вы становитесь одно, и идете вместе, делаете что-то неугодное Богу, то Бог говорит, «Зато на тебя гнев Господа». И вот страх Господень, да, мы рассуждаем на тему страх Господень, и через этого пророка к Иософату в 7 стихе написаны такие слова, написаны такие слова, «Итак», то есть ты дальше будешь жить, да, ты там дальше будешь быть в своем призвании, там быть царем, и Господь к нему обращается и говорит, «Итак, да будет страх Господень на вас, действуйте осмотрительно, действуйте осмотрительно». То есть когда ты будешь подходить к какому-то делу, осмотри, кто тебя окружает, какие там, может быть, советы тебе дают, какие люди хотят заключить с тобой там дружбу, куда тебя зовут, в какие проекты тебя зовут, действуйте осмотрительно. И дальше он говорит, «Ибо нет у Господа Бога нашего ни правды, ни лицеприятия, ни мздоинства». То есть ты осматривай, ты смотри за собой, куда твое сердце стремится. И если будут подступать неправда, если будут приходить люди с неправдой, если будут приходить люди с лицеприятием, говорит, «У Бога там, Бога там нету, от этого нужно отойти, там не будет благословения». И когда он так сделал, да, выше, еще раз возвратимся, «Зато на тебя гнев Господа». И вот потом Бог ему говорит, «Действуй осмотрительно». Ты ошибся, но ты дальше действуй осмотрительно. Я так уже перевожу на наши дни, «Покайся и больше так не делай». Действуй осмотрительно. И я верю так, что если мы будем действительно осмотрительно действовать, смотреть свое сердце, смотреть, с какими людьми твоя дружба. Знаете, дружба – это, я так понимаю, друг – это тот человек, которому ты, ну, откроешь, может быть, свое сердце, знаете, с которым ты просто дружишь, ты, может быть, поговоришь так откровенно, знаете. И вот Писание нас говорит, что там, где неправда, там, где лицеприятие, ничего общего не должно быть, никакой дружбы, иначе придет гнев Господа. И он говорит, «И так да будет страх Господень на вас». И если мы будем, братья и сестры, действовать осмотрительно, рассуждать, что о том, что там, где неправда, там, где лицеприятие, и мы от этого будем удаляться, это уже говорит о том, что на нас есть страх Божий. И в нашей жизни нас будет тогда сопровождать благословение, слава Богу. И пусть Бог нам действительно поможет так жить. Пусть Бог нам поможет действительно так жить. Это первый момент о страхе Божьем, да, чтобы был у нас страх Божий. Второй момент. Я однажды, мне просто открылся этот псалом, этот 33-й, и я четко и ясно увидел в нем, вот, что такое Божий страх. Я бы хотел, хотел зачитать это. 33-й псалом, это псалом, когда Давид, он притворился безумным передовым лехом, и был изгнан от него и удалился. И был изгнан от него и удалился. Я понимаю так, что тогда такая была ситуация, что Давид, он, по сути, смотрел, в лицо Давида смотрела смерть. В лицо Давида смотрела, знаете, смерть. Он был в страхе, в серьезном страхе. И когда он изгнан был от Авимелеха, он шел и благословлял имя Божье. Присутствие Божье, знаете, бывают такие в нашей жизни моменты, я их называю, может быть, трудные времена или времена долин, когда тебе тяжело, когда ты молишься, окажется, что как будто Бог тебя оставил, может быть. Когда ты, знаешь, вот заходишь в какую-то пустыню, и не можешь пройти, и не можешь вырваться, но потом, когда ты выходишь, и возвращается тебе радость спасения, как-то Бог, ну, такое обновление тебя наполняет, знаете, и ты идешь, и благословляешь имя Божье, и прославляешь его, и просто переживаешь Божье присутствие. И тогда такое прекрасное-прекрасное состояние. То есть в Давида тогда было такое, знаете, одно из, один из дней, когда он переживал такое Божье благословение, когда Господь избавил его. И написано так вот в пятом стихе, он говорил, «Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех моих опасностей избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся». Восьмой стих. «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его, и избавляет их». Знаете, это Давид, он изливает, открывает свое сердце, он изливает свое сердце, и мы видим в этих словах, вот пятый, шестой, седьмой, восьмой стих, мы видим эти слова, они пропитаны Божьим присутствием. И вот когда он побывал в этом Божьем присутствии, дальше он говорит двенадцатым стихом такие слова, «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас». И вот он, знаете, говорит, «Придите, я буду учить вас страху Божьему». И дальше, тринадцатый стих, он говорит, что такое страх Божий. Вот написано так, что «Хочет ли жить человек, и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо?» Что такое страх Божий? «Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним. Очи Господни обращены на праведников, и уши его, квоплю их. Но лицо Господне против делающих беззакония, чтобы истребить с земли память о них». Братья и сестры, вот эти стихи, знаете, Давид, он говорит, когда он в Божьем присутствии, просто Господь наполняет его, он говорит, «Придите, я буду учить вас страху Божьему». И он открывает, что такое страх Божий. Удерживать язык от зла, уста от коварных слов, уклоняться от зла, делать добро, искать мира и следовать за ним. И, знаете, для нас сегодня эта тема очень актуальна, потому что мы люди, мы бывает, у нас все хорошо, а бывает забываем, а бывает что-то не так, а где-то бывает оставляем Господа. И потому случится Слово Божье, да, Слово Божье и напоминает нам, что такое страх Божий. Напоминает нам, кто мы такие, к чему мы призваны, к чему мы призваны. Апостол Павел говорил такие слова, он говорит, «Итак, мы, зная страх Божий, ну, как бы мы учим детей Божьих». То есть они знали страх Божий и они обучали людей Божьих. Знаете, очень важно действительно в нашей жизни нам держаться Божьего страха. Я как-то работал с одним человеком, неверующим, а у него жена верующая, и он говорит такие слова, «Ты знаешь, у меня, говорит, дома война, постоянная война». И я так думаю, «Господи Божий мой, как это, какое это плохое свидетельство, какое это плохое свидетельство, когда дома война, когда, знаете, я понимаю так, что Господь однажды нас призвал, и позвал быть воинами, быть воинами Иисуса Христа. И оружие, воинствование наше, они должны на разрушение, действовать на разрушение твердынь. Они должны действовать, знаете, вера должна действовать любовью. Я почему в своей жизни, когда вот увидел, попал в церковь, увидел вот детей Божьих, мне начало открываться Слово Божие, когда я увидел, что эти люди, они хотят жить по Слову Божьему, мне захотелось такому Богу служить, мне захотелось, я вот увидел в этих отношениях что-то особенное. И этот мир, братья и сестры, знаете, тогда к Богу придет, когда он что-то для себя, для своего сердца, он что-то увидит. Написано так, что вся тварь, она просто стенает, она стенает, все творение, оно стенает от этих грехов, и они ожидают откровения Сынов Божьих, и самое главное откровение о том, что Иисус Христос, Он однажды пришел в этот мир, Он отдал свою жизнь за тебя и за меня, то есть это Божья любовь, она открылась, Он умер за твои и за мои грехи и воскрес для нашего оправдания. И дальше Он, Христос, Он сделал нас служителями Нового Завета, служителями Нового Завета. Поэтому очень важно нам в наши дни держаться от страха Божьего, то, о чем мы говорили, действовать, смотреть за своим сердцем, жить осмотрительно, чтобы никакая неправда, никакое лицеприятие, лицемерие снова не захватило нас, чтобы мы не вернулись туда, откуда мы пришли. Потом, как Псалом 33, говоришь, страх Божий, это когда у нас чистые уста, когда наше сердце всегда ищет мира, когда наше сердце всегда ищет правды. И пусть Господь нам поможет так, так жить, жить со страхом Божьим. И в притчах, в 10 главе, написано так, что это даже для плоти полезно, написано так, что страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся. И я хочу сказать, знаете, такое у нас сердце, что мы дети Божьи, нам открыто Слово Божье, правда Божья открыта. И если мы будем жить со страхом Божьим, мы свою старость будем проводить, знаете, вот сочны и плодовиты будем в старости. Вот мы недавно с братом одним ездили на посещение, и к одной старице зашли на лесном массиве. И знаете, я оттуда вышел такой наполненный, я просто свидетельствую, говорю, брат, такое благословение в этом доме пережил. Бабушка, сестра наша, 84 года, знаете, общаясь с ней, просто приятная на устах. И я понимаю, я слушаю, как она жила после того, как уверовала. То есть, вот, жила человек в страхе Божьем, и сейчас Господь ее сохранил разум в таком, в трезвом мышлении, по плоти, ну, понятно, ноги уже тяжело ходить, все, но по плоти она двигается, передвигается. Слава Богу! Я считаю, что человек, который жить будет по страху Божьему, тогда для нас это будет и для плоти полезно. В духовном смысле мы будем как бы переживать радости, мы будем с светлыми лицами ходить, никакого гнета нас не будет преследовать, да, и для плоти написано полезно, страх Господень прибавляет дней, прибавляет дней. Слава Богу! А лета же нечестивых сократятся. А те люди, знаете, дети Божьи, которые оставляют страх Божий, я не со стороны сейчас, может быть, осуждения говорю, ведь я сам иногда оставляю страх Божий, но я каюсь, прости Господи, и дай силы, Господь, действительно, держаться Твоего страха. Не со стороны осуждения говорю, а со стороны того, чтобы, говорю, чтобы напомнить нам, кто мы такие, мы дети Божьи, и в нас есть ориентиры, и этих ориентиров мы должны держаться, поэтому, пускай, братья и сестры, нам поможет Господь наш, Иисус Христос, и я бы хотел с вами об этом помолиться, чтобы Бог благословил, чтобы в домах наших был страх Божий, атмосфера мира тогда, тогда атмосфера любви и атмосфера Божьего благословения. Знаете, и тогда наши дети, они когда вырастут, они скажут, я хочу быть таким же верующим, как был мой папа, моя мама, какую я видела веру в них, я хочу быть такой же верующей, потому что вера в Бога, наполненная любовью, она несет окружающим тебя, людей, благо. Но когда люди забывают про страх Божий, это, знаете, оно несет как бы в себе разруху, и неприятно даже в таком доме находиться, неприятно, хочется с такого дома убежать, уйти хочется, потому что там разруха, но благо будет там, где будет страх Божий истинный, и он будет прибавлять летов в жизни тебе и мне. Поэтому давайте помолимся, призовем имя Божье, попросим Божьего благословения. Господь наш Отец, слава Тебе! Субтитры создавал DimaTorzok